Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных с хорошим настроением мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать по полочкам в подробностях основные фундаментальные события, которые влияют на те инструменты, которые интересны вам. Друзья, повторюсь, что если какой-то актив остается вне поля моего зрения, вне разбора, дайте мне знать о том, что хотелось бы рассмотреть вот этот, вот этот. Я попробую его, разумеется, разобрать для вас, добавить в брифинге и время от времени его касаться. Ну и как минимум в комментариях тоже можете указывать про это, если что. Также в комментариях могу я ответить, это для более быстрого фидбэка. Друзья, дождались мы декабрь. Декабрь – это месяц очень крутых событий. Я не хочу забегать вперед, скажем, проецировать то, что может и не произойти, хотя с точки зрения визуализации я очень хочу, чтобы мы получили настоящее новогоднее, рождественское, декабрьское ралли, чтобы финансовые активы очень хорошо раскачались, показали мощные движения. Ну а мы уже будем стараться эти движения поймать и конвертнуть их в определенный профит. Но по содержанию экономического календаря, даже если не преувеличивать значимость событий, они действительно, друзья, будут крутыми. Во-первых, на этой неделе мы с вами ждем ставку Резервного банка Австралии, мы ждем решения по ставке Банка Канады, мы ориентируемся на очень важное, с учетом последних новых вводных заседания ОПЕК, которое фактически состоится за несколько дней до IPO Сауди Арамка. То есть я пытался со всех сторон и сверху, и снизу, и за боков подвести вас к тому, что Саудовская Аравия, как регион и страна, заинтересованная в очень хороших ценовых условиях и конъюнктуре на рынке нефти, может пойти на конкретные определенные действия, шаги и меры, чтобы эти условия на рынке обеспечить. Ну, тут, наверное, у кого фантазия может на что разгуляться, чтобы понять, какие, опять же, решения могут и действия последовать от Саудовской Аравии. И поскольку мы с вами говорим о первой неделе месяца, безусловно, это Non-Farm Parals. Сейчас статистика по штатам для нас важна, в принципе, как и всегда, но мы хотим все-таки получить еще одно решение от Федрезерва по снижению процентной ставки и понимаем, что это решение может последовать только в том случае, если Федрезерву реально придется реагировать на плохую статистику. На этой неделе, буквально сегодня, индекс АСМ в производственном секторе, индекс АСМ разгона инфляции, в среду ЭДП и в пятницу Non-Farm Parals, а между днями там еще и промышленный сектор и сфера услуг. В целом мы с вами сможем оценить, как закрывает год американская экономика и будет ли у нас еще возможность с вами поспекулировать на идее скорого снижения процентной ставки, ну, либо в декабре, либо в январе. Ну, детальней по нефтянке вы сами все прекрасно видите. В пятницу последовали серьезные распродажи. Я могу связать эти распродажи с двумя, опять же, событиями. Это с комментариями, с отсылкой на ряд представителей ОПЕК, что на заседании не будут поднимать вопрос о дополнительном снижении объема нефтедобычи. Опять же, друзья, я рекомендую пока не торопиться с выводами и всецело не полагаться на этот комментарий, потому что Саудовская Аравия вполне может поставить этот вопрос на повестку обсуждения. И у этого решения, какую инициативу, последствиям может получиться и появиться достаточная поддержка, чтобы эта мера была реализована. То есть, не списываем со счетов, как я уже отметил, проактивность Саудовской Аравии в преддверии IPO. Ну и второй фактор, который ударил сильным оппозициям нефтянки, это снова определенные трудности в переговорах США и Китая. После того, как сначала Сенат принял законопроект, а потом Трамп дал этому законопроекту статус закон. О том, что в пользу поддержки протестующих в Гонконге, я говорил уже, что эта инициатива, это решение встретила массу негатива со стороны китайской стороны, поскольку они охарактеризовали этот шаг США как вмешательство в дела иностранного государства. При этом мы на этих выходных также видели много комментариев негативных, колкостями снова отменялись и США, и Китай. Поэтому сейчас, учитывая, что 15 декабря вступают в силу новые повышенные пошлины на китайский импорт, будет крайне важно дальше следить внимательно за тем, как идут переговоры, потому что если мы поймем, друзья, что все-таки и США, и Китай не смогут подписаться под первую фазу соглашения до конца этого года, будет волна распродаж рисковых активов, и причина снова ставить на рост защитных инструментов. Ну, поговорим об этом ближе к делу. По нефтянке, повторюсь, друзья, ждем мы заседание ОПЕК, оно на этой неделе двухдневное, 5 и 6 декабря, уже рукой подать до этого события, и если мои предположения окажутся верными, и только мои нефтянка в ходе этих 5 дней может показать неплохое обычае ралли. По другим инструментам, я думаю, что можно разобрать вкратце, потому что сегодня также пройдет вебинар, правильный понедельник в 16.30 по московскому времени, да и, в принципе, по ходу недели мы будем возвращаться к активам непосредственно с учетом фундаментальных событий. По доллару и иене, друзья, ждем, как я уже отметил, массу статистики по штатам, и, опять же, в случае выхода слабых данных, доллар иена может развить нисходящую динамику, а если нам еще и подфортит в плане негатива с полей переговоров США и Китая, точно уж пара будет снижаться. Евро против доллара 1.10.18. Отмечу, что сейчас волатильность недельной этой валютной пары на рекордных минимумах. Я не знаю, может быть, трейдеры затаились перед каким-то заключительным ралли в этом году, либо уже выдохлись, опять же, в плане трейдинга и ждут уже заседания Европейского центрального банка и новых вводных от Кристин Лагард. Как бы то ни было, друзья, действительно, движение фактически отсутствует по этой валютной паре. Долгосочная позиция – это, безусловно, селл. На отработку идеи может потребоваться больше времени. Если вас интересует небольшой профит, то можно даже перед тем, как мы перейдем и увидим развитие нисходящего ралли, попробовать поиграть от поддержки отметки 1.10 с тейк-профитом на 30-50 пунктов. К распродажам мы еще, друзья, вернемся, особенно если они последуют. Они вряд ли будут быстрыми, вы еще успеете запрыгнуть в поезд. Фунт против доллара 1.29.16. Ждем парламентские выборы 12 декабря. Пока что пара мечется в коридоре 1.28-1.29.50. Я предлагаю сделку селл-лимит с уровня 1.29.60. Опять же, с тейк-профитом на отметке 1.28. Доллар-канадец 1.32.88. Мы снова тестируем сопротивление 1.33. Темп экономического роста 1.3% против значения, которые мы увидели по итогам второго квартала на отметке 3.5%. Это, в принципе, слабые данные на фоне того, что мы наблюдали ранее, и поддержка для нашей длинной позиции. Впереди заседание Банка Канады. Вряд ли, конечно же, ставку снизить. Точнее, ее точно не снизить. Но интересно будет послушать в среду комментарий Стивена Полза, который возглавляет канадский регулятор. Австралий с против доллара 0.6774. Здесь держим короткие позиции. Те, кто еще не открывался, селл-лимит с уровня 0.68. По австралийцу заседание Резервного банка Австралии. Ждем комментарии. Возможность намеки на снижение процветной ставки. Ставку нужно снижать, потому что мы видим, насколько слабыми данными были последние отчеты по рыночным продажам, по капитальным вложениям и по промышленному сектору с показателем инфляции. То есть, здесь короткая позиция в приоритете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok